Девятнадцатого июня губернатор подписал указ о создании нового министерства цикличной экономики. Послам экспертов, чтобы окружающая среда выдержала все негативные воздействия от промышленных подприятий, нужно выстроить грамотные экологические циклы. Ведомство должно заработать с первого сентября. А пока во время рабочей поездки в Новоспасский район Сергей Морозов заявил о создании Центра развития энергетики, зеленых и инвестиционных технологий. Мы в ближайшее время сумеем вместе с Министерством цикличной экономики и природных ресурсов и коллегами из других министерств и ведомств разработать специальную концепцию по переходу к зеленой экономике в Ульяновской области. А это позволит нам найти возможность использовать ресурсосберегающие чистые технологии. Центр будет курировать несколько важных направлений. Реализацию концепции перехода к зеленой экономике, привлечение инвестиций в природные ресурсы и экологию. По словам губернатора, необходимо колоссальное количество средств на оздоровление Вологии и других водоемов и внедрение технологий энергосбережения. Поговорили о системе работы, созданного в регионе министерства. Кстати, функцию управления отходами планируют объединить под руководством одного ведомства. Сейчас управление поделено между Минприродой и Министерством промышленности ЖКХ. Выстроить вопросы системы сбора и вывоза в отрыве от объектов размещения и переработки крайне сложно. Сегодня как раз эти функции поделены ровно пополам. Есть некий экватор и Министерство промышленности ЖКХ отвечает за систему сбора и вывоза. За утилизацию отвечает Минприрода Ульяновской области. Крайне важно здесь все-таки объединить эти функции. В любом случае у нас остаются надзирающие функции за управлением Росприроднадзора по Ульяновской области и за специализированной прокуратурой. Для Ульяновска как областного центра участие в развитии цикличной экономики будет означать проведение городского зонирования, которое предусмотрит участки дикой природы и их соседство с микрорайонами на несколько десятков тысяч человек с развитой инфраструктурой. Анна Тищенко, Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской области.